Всем привет и слава Украине! Мне вот тут в ютубе зритель с ником объективная диагностика России написал следующую вещь. Это было в ответ на мой вопрос, какого перепугу Украина должна вдруг сдаться и уступить своей территории. А ответ объективной диагностики России был таким. Ваши потери очень большие. Конечно, вам об этом не скажут, но по позициям ВСУ бьют калибры, ониксы, санцепелки. Так вот, у вас еще нормальных ребят, которых бабы могут рожать, остались? А ведь вам еще и зиму, и лето придется пережить. Вот оно. Три месяца и гудбай. А у вас что? Ничего. Нет топлива, нет еды, ничего нет у вас. Вам надо не с Максимом бряцать пулеметом. Подумать, что кушать будете. Для вас России теперь нет. Ни один русский вам больше руки не подаст. Даже если император захочет, и то не получится, потому что упадет его рейтинг низко. И он на это не пойдет. Но вы же не хотите думать на два хода вперед. И даже не на один ход. Вот такое послание эмоциональное, с кучей грамматических ошибок, которые я тут не могу передать. Пряжение и так далее. Ну, в общем, не суть. Я бы не обратил внимания на этот его длинный текст, если бы не одно обстоятельство, ребята. Вот подобное заявление я в последнее время слышу из каждого утюга. Вот буквально из каждого утюга начинают говорить, что, мол, так и так, Украине надо сдаться, все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает. Что ж, давайте разбираться. Тем более, что гражданин обвинил меня в нежелании просчитывать хотя бы на один ход вперед. Вот. Начнем с самого болезненного. Начнем с потери. Да, Украина несет потери. Тяжелые потери. И дело даже не в количестве. Погибают лучшие, искренние патриоты. Можно было бы даже сказать, знаете, черт с ним, с этими территориями. В конечном итоге человеческая жизнь дороже любой земли. Ну, не получается. И знаете, почему не получается? Не получается, потому что цель Кремля – уничтожить Украину. Все украинское. Всех украинцев. Не обязательно всех уничтожать физически. Физически уничтожат они только тех, кто будет упорствовать в своем нежелании быть украинцем. Остальных записали бы русскими или малорусами. Вот малорусами – это вообще хорошо. Но такими маленькими русскими, не совсем полноценными, но тем не менее. Каким-то им придатком, понимаете? Если кто-то мне скажет, что это не так, это будет наглая ложь. Послушайте заявление Путина перед началом войны в Украине, и вам станет все ясно. Уничтожить прямо сейчас, но не получилось у них. Необходима передышка – это Кеминск-3. Но стратегическая задача никто не отменял. И не отменит. Это война на уничтожение. Или не будет империи, или не будет Украины, а заодно и всех стран соседей России, как минимум в границах бывшего Советского Союза. А вообще-то, может быть, и Варшавского договора. Поэтому, а не Минск-3. Следующее. Да, все устали. Невозможно не устать от такого перенапряжения. Но было бы большой ошибкой считать, что Украина может сейчас приостановить боевые действия и договориться о прекращении огня. Российские военные будут наступать до тех пор, пока у них хватит сил. Пока они не будут остановлены в СССР. Предложение о прекращении огня поступит от Москвы. И поступит только тогда, и именно тогда, когда они выдохнутся и не смогут физически продолжать наступление. И никак не раньше. А поэтому логично. А не прекращение огня. По поводу мирных предложений. Которые сейчас с таким рвением разслышивают друзья Путина и полезные идиоты. Понимаю, понятно, что у них свои шкурные интересы. Понимаю, что мир циничен. И желание вести СРА в бизнес as usual, в общем-то, оно тоже вполне объяснимо. Но некоторые даже не догадываются, насколько циничен этот мир. Я про то, что шкурные интересы могут быть не только у друзей Путина. Например, могут быть интересы американского и не только американского военно-промышленного комплекса. И интересы принять участие в перевооружении украинской армии. Представляете, какие кушают там? О каких ставках идет речь? О сколько рабочих мест? Не говоря уже о процессе модернизации и восстановления Украины. Города разрушены, их надо восстанавливать. Деньги на это есть. И это не деньги западных налоговладельщиков. Одних только замороженных резервов в Российской Федерации 350 миллиардов. Список могу продолжить. Активы олигархов, попавших под санкции. Активы компаний, попавших под санкции. Так что денег хватит. И им они мерные предложения. Идем дальше, говоря о шкурных интересах. Давайте не будем забывать об интересе стратегического ослабления России. Да, сегодня, благодаря политике Владимира Путина и его компашке, российский рынок потерял полностью свою привлекательность. Но у России все еще остается достаточно природных ресурсов, которые делают эту страну весьма привлекательной. Ребята, они столько говорили, что мы такие богатые природными ресурсами, поэтому нас хотят все захватить. Что, ну, они почти-почти довели ситуацию до этого. Вот бьюсь об заклад. Сегодня в Пекине, да и во многих других столицах, держат кулачки за то, чтобы коллективный Запад наконец-то разорился, разродился на нефтяной эмбарго России. В Пекине, почему понятно, будут покупать по дешевке российскую нефть. В Абу-Даби, например, и в Эр-Риаде, потому что нефть станет их дороже, и, соответственно, значит, они будут получать больше денег. И так далее. Вплоть до Венесуалы. Да, да, до Венесуалы. Потому что там и Ирана, вот этих двух друзей России. Там надеются, что благодаря политике Владимира Путина с них снимут санкции и забудут. Они не самые большие подонки оказываются в истории. И с ними может быть перестанут бакусы. Сейчас на самом-то деле идет борьба за что? Сейчас идет борьба вокруг того, например, Эр-Риад ведет борьбу с Тиграном. И каждый торгуется. Нет. Тигран говорит, вы выполните мои условия, мы снимем какие-то ограничения и снимите ограничения на поставку нефти. А Эр-Риад говорит, не-не-не-не, подождите, у нас тут Хусит, у нас тут Иран и так далее. США 30 лет, 30 лет релаксировали на лабрах победы в холодной войне. 30 лет в них плевались, им говорили, что США уже не те и так далее и тому подобное. Сейчас им приходится при старике Байдене, я даже не могу себе предположить, что было бы, если бы был более энергичный политик там, в Штатах, показывать, что они те самые. Потому что ресурсы США никто не отменял. Но сейчас все хотят разрулить ситуацию, и это понятно. Но даже без нефтяного эмбарго России, в общем-то, интересанты чувствуют себя весьма неплохо. А какой раздолье для поборников зеленой энергетики и прочих прелестей дивного русского, ой, русского, нового дивного мира, конечно же, нового дивного мира. При высоких ценах на энергоносители, милое дело вкладываться в зеленую энергетику, к которой я отношусь, кстати, весьма скептически. Да и вообще, вы знаете, природа не терпит пустоты. Уход России с мировых рынков создает не просто ниши, а зияющие дыжи и еще многое-многое другое. Так что, а не отмена санкций. И последний довод Путина – ядерное оружие. Вы знаете, кто первым заговорил о ядерном оружии? Вы будете долго смеяться, но это был Генри Киссинджер. Тот самый Генри Киссинджер, который недавно предложил в Украине сдаться. Так вот, совсем недавно по этому поводу отметился в Нью-Йорк Таймс и Мит Ромни. И, честно говоря, я даже боялся его читать. Думаю, ну сейчас опять скажут какую-то хитню. Да нет, послушайте цитату. Ромни пишет, что для тех, кто не знает, это известный политик, кандидат в президенты и, в общем-то, достаточно серьезный человек, который оказывает влияние на истеблишмент. Ну уж точно не меньше, чем Генри Киссинджер сегодня, которому 98 лет. Так вот, Ромни пишет в Нью-Йорк Таймс следующее. Мы могли бы ограничить отправляемое нами оружие Украине, сдержать разведданные и оказать давление на президента Зеленского, чтобы тот согласился на условия Москвы. Но я не согласен. Не согласен, потому что свободные нации должны продолжать поддерживать смелую, необходимую защиту украинцами своей страны. Не продолжать поддерживать Украину – это все равно, что платить каннибалу, чтобы тот съел нас последними. Если господин Путин и любая другая ядерная держава, зажигаясь лампочкой по поводу Тайваня, но это так, лирическое отступление, сможет вторгнуться и починить себе почти безнаказанно другую страну, хотя, сразу же делаем оговорку, Тайвань – это Китай единый, но там своя специфика. Так вот, то Украина будет лишь первым из таких завоеваний. Наши друзья и союзники неизбежно будут поглощены наглыми авторитарными ядерными державами, последствия которых коренным образом изменят мировой порядок. Ну а я о чем говорил выше? Правильный ответ – продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы она могла себя защитить и победить. Военные успехи Украины могут вынудить господина Путина покинуть Украину. И только это приемлемо для украинского народа. Так что, а не игра по их правилам. Я понимаю, что война – штука тяжелая. И физически тяжелая, и психологически тяжелая. Но не Украина начала эту войну. В то же самое время, только Украина может ее закончить. Поэтому, все будет Украина. Верим в БСУ и слава Украине!